Подобные конкурсы самодеятельного художественного творчества проводятся с 1995 года. Статус фестиваля искусств и название «Золотой кодуцей» смотр-конкурс получил три года назад. И если тогда участников подобных мероприятий можно было сосчитать по пальцам, то в последние годы количество желающих продемонстрировать свои незурианные способности прибавилось в несколько раз. Увлечение любого человека, помимо своей работы, это уже величайшее достоинство каждого человека. Если он обладает творческими способностями и может их реализовать, это заслуживает самого глубокого уважения. И то, что наши сотрудники, помимо работы, умеют делать то, что мы сегодня видим на выставке, совершенно замечательно. В фестивале представлено 12 номинаций. Среди них сольный вокал, танец, театральные постановки, живопись и многое другое. Торжественное открытие «Золотого кодуцей» стартовало в городском саду. Затем переместилось в Тверской академический театр драмы, где выставлена экспозиция работ декоративно-прикладного творчества. Но у нас это еще раз возможность подчеркнуть в очередной раз, что для меня без понимания, без тесного взаимодействия с федеральной таможенной службой, ни о каких инвестиционных проектах, ни о каком развитии, можно говорить, но это совсем другой темп, совсем другой уровень. И, конечно же, у нас выстроились очень хорошие отношения с федеральной таможенной службой, с федеральным, с руководством. Среди гостей фестиваля начальник управления таможенной службы Российской Федерации Сергей Прусов и первый заместитель руководителя Владимир Малинин. Они отметили, что подобные фестивали должны способствовать росту престижа профессии таможенника. Сам Кудуцей занимает почетное место в символике российской таможенной службы. Он представляет собой золотой жезл, оплетенный двумя змеями и увенчанный крыльями. Обозначает он такие качества, как красноречие и рассудительность.